Отец, мы благодарны Тебе за все. Мы благодарны Тебе за любовь, которая превыше всякого разумения нашего, что Ты отдал Сына Своего за нас, чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечную. Твоя милость к нам обновляется каждый день, и каждый день мы можем приходить к Твоему престолу со всем, что нас волнует, с каждой своей радостью и с каждой своей нуждой. И Ты отвечаешь нам всегда. Ты говоришь с нами каждую минуту нашей жизни Духом Своим Святым. Слава и хвала Тебе! Мы любим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Мир вам, мои хорошие! Вы на канале Тот, Кто больше храма. Притчи. Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро. Человек богатый, мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни. Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Сегодня мы с вами читаем Откровение Иоанна Богослова, главу восемнадцатую. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно, громким голосом, говоря, Пал, пал Вавилон, великая блудница, заделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечисти и отвратительной птицы, Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаши, в которые она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и раскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем, «Сижу, царицуя, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и раскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя вдали от страха мучения ее, и говоря, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфира, и шелка, и багреницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное, и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая. И говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый в весон, и порфиру, и багреницу, украшенный золотом, и камнями драгоценными, и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому. И посыпали пеплом головы свои, и вопили плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселись о сем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил бог суд над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса, играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. В этой главе говорится о Вавилоне и в его лице о всей нашей цивилизации, конечно, который напоил народы вином своего блудодеяния, потому что был их руководителем во всяком преступлении закона. Бог говорит, что нужно избегать сожительства и пребывания вместе с оскорбляющими Бога. Грешники и нарушители закона подвергнутся страшному наказанию в жизни этой и будущей. Время коротко. От меча, голода и язвы на этот город сойдет плач, разрушение и сожжение огнем. Когда враги завладеют городом, то будет достаточно одного дня, чтобы причинить побежденным всякого рода притеснение и смерть. А Бог всемогущ для того, чтобы спасти праведных, так и для того, чтобы наказать нераскаянных грешников. Цари будут плакать об отступивших от божественных заповедей, видя их и слыша об опустошении его и сожжении и ужаснуться внезапно случившемуся в столь короткое время. Не будут обращать в рабство свободных, торговать душами человеческими и не вернется прежним блеском и довольством. Купцы также пострадают при кончине мира и будут скорбить безутешно о жизненных удовольствиях, которых они будут лишены и от укоров своей совести. Ангелы и святые, живущие на небе, апостолы и пророки, будут веселиться, ибо отмщено обидчикам и притеснителям за бесчестие проповедников, за преступления ими заповедей Божьих и за избиение служителей Слова Божия властителями земли. Так были иудеями избиты пророки, язычниками апостолы за свою к ним проповедь. Радуются они наступлению наказаний не злобно, а по своему пламенному желанию прекращения греха, чтобы служащие ему через эти наказания на земле в будущей жизни подверглись меньшим мучениям. Быстро произойдет и падение цивилизации, оно будет так внезапно, что после него не останется никакого признака. Мирское царство, пролившее кровь апостолов, пророков и мучеников, падет. Будем же мы с вами держаться за Бога, который не оставит нас и проведет через все испытания. Псалом. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя, так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои, как туком и элеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня, а те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли, сразят их силу меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду. Дорогой Господь Иисус, мы благодарны Тебе за все. Как Ты умолил Отца, чтобы Он послал на землю Духа Святого, который ведет нас, показывая путь жизни, по которому нам идти, так Ты проведешь нас и через последние времена. Как Ты сохранил своих учеников, кроме сына, это погибели, так Ты сохранишь и нас, если мы будем послушны Твоему Духу Святому. Дух Святой, мы благодарны Тебе за Твою любовь и преданность, за Твою нежность и заботу о каждом из нас, да будет воля Твоя в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Любите Слово Божье и с Ним мир Божий войдет в ваше сердце и в вашу жизнь. Будьте благословенны. До встречи. Божьей.